сколько views, сколько посещалов, на какие шатборщики и меньше, ты будешь знать, что работает, что нет. Роллинг. Повторяйте. 15. Сначала на вас смотреть. Когда вы со мной общаетесь, я на вас смотрю. Да. Мы говорим по-русски. Да. 5 секунд. Поверьте, потому что я не... Поверьте, пожалуйста. 10 секунд. А вот это слетело. Надо одеть? Да. Поверьте. 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 Телефону. Вот на камеру. У меня есть кейс. Вот так выглядят работы. С одной из моей картин. Те, как бы, картины, которые у вас были на выставке, вот мы сейчас покажем в студии то, что мы засняли во время выставки, это вот верные работы. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста… Ой, я прошу прощения. Обычно я выключаю телефон, но… если… Я… Юля, мы сейчас снимаем, я в эфире, так что просто заходи и тихонько сиди. На входе. На второй этаж зайди, тебе мой флор менеджер. Окей, стой ты тогда на месте и не двигайся. Окей, bye. Ааааа… Может кто-то… Если есть еще один талант, кто входит, может кто-то их получить? Просто… Возвращаемся к нашему интервью. Я прошу прощения, у нас бывает много талантов еще сегодня придет разных художников, и поэтому мы время от времени будем их принимать, чтобы они не потерялись и ушли. Вера сейчас уже улетает прямо назад в Москву на самолет, опаздывает, поэтому мы как бы не будем долго вас задерживать. Давайте расскажите, что вам не понравилось на выставке. Есть ли что-то такое, что вас обидело, оскорбило, не понравилось? Наверное, то, что не было ковролина на полу. Меня это очень задело, потому что было очень холодно. У меня дорогие туфли, я каждый раз приходил в ужасных... Нам стоять было очень холодно все эти дни. Холодно стоять, да. Это первая выставка. Это в ангаре, но это люди найти не могут. То есть они когда на гугл смотрят, там домов нет, ничего нет, куда ехать. А какую рекламу вы делали своих работ? В Нью-Йорке я не делала рекламы, единственное, в альбоме от Art Expo у меня была реклама. Я вот когда брал многие интервью у американцев, я посмотрел, кто распродались. Полностью все работы были проданы. То есть они, насколько я понял, модель бизнеса была такая. Они взяли вот эти большие, сфарафировали, делали как бы постеры своих работ и поставили свой номер бута. И вот этот Мидтаун, самый богатый, где туристы ходят, 42-ю стрит, все это. Они обклеили, что вот приходите на меня, посмотрите на мои работы. И те, кто продали, вы скажете, вы с Москвы? Они в основном продали людям с Москвы. То есть задача заключалась выискать туристов российского происхождения, которые уже знают вас, дома выделили ваши работы и случайно оказались в это же время в Нью-Йорке, чтобы они пришли на выставку и отсюда уехались. То есть они уехали с призом, как бы с памятью о Нью-Йорке, но с московского происхождения. Понимаете, как интересно была построена модель? То есть как бы память о Нью-Йорке, надо что-то привезти в подарок назад домой, в Москву. А что привезти с Нью-Йорка? Вот российского, московского художника назад привезти из Нью-Йорка. И вот так вот они продали, многие работы были проданы. 30-40 тысяч, 60 тысяч работы, немаленькие, недешевые работы как бы. Ну, так как я только первый раз приехала в Нью-Йорк с выставкой, поэтому... Вы не делали такого. Да, я такого не делала, но я думаю, в будущем исправлю. Скажите, а вы дропшипмент делаете? Это что? Дропшипмент работает таким образом. Скажем, вот у меня есть журналы, книги про различные искусства. Скажем, я могу обратиться, Вера, дайте мне рекламу в мою книгу, там, скажем, стоит им 300 долларов, 1000 долларов. Скажите, нет, ну что, я не знаю, кто вы и что вы. Я смотрел ваши работы, у вас хорошая есть работа. Я вам сейчас нашел, предлагаю, в прямом эфире, что я готов взять ваши работы. Я не поставлю, я их сфорофирую. Вы не пришлете из Москвы фотографии. Я вырежу ваше имя, то есть там не будет вашей подписи, там будет просто ваша работа. И я их поставлю в свой журнал на продажу. Скажем, ваша работа стоит там 20 тысяч, к примеру. Я их поставлю по 40, по 50 тысяч. Человек не знает вашего имени, не знает кто вы и что вы. Если я продал свои там за 40, за 50 тысяч, я нажимаю кнопку, посылаю вам ваши 20, и вы отправляете клиенту. Когда он уже получает работу, он получает уже ее с вашим именем, с вашей биографией, и начинает вас коллекционировать, то есть собирает уже вашу коллекцию. Но на начальном этапе он не знает имени артиста. То есть все равны. То есть всех, кого я там оставлю, никто не знает, кто художник. То есть вот у нас еще другие художники в студии сейчас ожидают эфира. То есть в альбоме все имен не присутствуют. То есть все честно соревнуются. У каждого работа понравилось, человек захотел купить, он купил. Все. Он не знает, какое имя художника, что он думает за этим и так далее. Купив работу, первую работу купив, он может дальше узнать имя художника и начать его коллекционировать. То есть так построена армада. Здорово, мне это интересно. Хорошо, ударили по рукам. Есть первая сделка. У нас так на сегодняшнем интервью. Расскажите теперь, у вас как со временем? Посмотрите, вы еще не опаздываете на самолет? Ну, минутки две, наверное, есть. Две минуты. Хорошо, две минуты вы нам даете. На что вы хотите потратить эти две минуты? Ну, может быть, рассказать о моих картинах? Давайте. Слушаем. Ну, мои картины, последняя серия моих картин, это цветы. И название «Say it with flowers». То есть я цветами рассказываю свои эмоции. Также одна из новых серий — это библейские истории в цветах. Одна из картин была как раз на арт-экспо, называлась «Мадонна». То есть когда людям объясняешь, что это и как, то действительно люди завораживают и начинают рассматривать, как, где, что. И мне это очень интересно. Я сейчас нашла очень много уже поклонников, которые действительно влюбились в моей картиной здесь, так как первый раз это, ну, действительно очень неожиданно. Я вас перебью, если можно. У нас принято, скажем, в такие картины, как у вас, продавать в обратную сторону. То есть я, вот скажем, моя жена, мы строим дома, то есть сейчас дачу мы строим меншин на озере. И мы очень интересный участок купили. Мы купили как бы озеро и со скалой, у нас как бы дом на скале, как ласточки на гнездо, и у нас идет водопад через крышу. И мы как бы, но когда мы строили дом, то есть первым делом жена пошла и выбирала картину, то есть главный писк, который вот то, что 2-3 миллиона стоит в агуре. И вокруг нее уже мебель и как бы интерьер, все остальное вокруг этой коллекции строится. То есть не... Потому что в России, я помню, сначала люди красили стены, ставили мебель, а потом думали, что туда поставить. Мы делаем это... Я вкратце расскажу, у нас тоже иногда такое бывает, так как я уже 16 лет дизайнер интерьера, я член союза дизайнеров и еда американской, я когда-то училась здесь. как мы продаем. Дизайнеры покупают, интерьерщики покупают, заказывают работу. Это основная очередь, что в Америке у нас продается. Ваш стиль. Спасибо большое. Я знаю, что вы должны опаздывать. Не опаздывайте на самолет. Удачной вам, безопасной вам поездки. Надеемся, мы вас еще увидим в другие приезды. Спасибо большое. Очень приятно, что меня пригласили. До свидания. Стой, не двигайся, просто стой. Кат! Сиди, сиди, сейчас я вас сниму. Продолжение следует...